В эфире новости губернии в студии Алена Власова. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Об Эйнштейне, социализме и системе высшего образования в России. Жарис Алферов провел открытую лекцию в Самарском университете и назвал его одним из лучших вузов в стране. Большой ремонт на маленькой улице. Дорожники приступили к укладке финишного слоя асфальта на Чапаевской. Работы идут с опережением графика на два месяца. Как изменится покрытие проезжей части и сколько оно прослужит, выясняли наши корреспонденты. Тренд на перевооружение в сложных полевых условиях. Современное, конкурентоспособное и, главное, наше, российское. В Кенельском районе презентовали новинки агротехники. Самару посетил выдающийся ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Жарис Иванович Алферов. В Национальном исследовательском университете имени Королева почетный гость прочел открытую лекцию «Альберт Эйнштейн. Социализм и современный мир». Алферов признался, что автор теории относительности – его любимый ученый. В своей лекции академик рассказывал о деятельности Эйнштейна как мыслителя и борца за мир. И познакомил аудиторию с философскими трудами основателя теоретической физики и малоизвестными фактами его биографии. После лекции слушатели могли задать вопросы. Большинство касалось развития отечественной науки. Жарис Алферов подчеркнул – справиться с вызовами современности способно лишь точное знание. Развитие страны связано с научно-техническим развитием. В том числе и развитие наших сырьевых отраслей требует успешного развития науки и создания новых технологий. Итоги лекции обсудили на встрече губернатора с Нобелевским лауреатом. Жарис Иванович Алферов всегда большое внимание уделяет Самарскому региону и, в частности, Самарскому университету. Он член наблюдательного совета, почетный доктор вуза. Выступления академика перед студентами, аспирантами, преподавателями стали уже хорошей традицией и всегда собирают аншлаг. Лекция хорошо, замечательная. Лично прошла, зал. Не отпускали, не отпускали. Я попросил, чтобы они сняли. Я хочу, сяду в машину, когда в район далеко буду ехать. Послушайте. Хочу, послушаю. Хорошо. В тот раз я так и сделал. Да? Да. Два года назад. А-а-а. Да. Конечно. Но Самара-то развивается. Какой хитр. Вообще, аэрокосмический университет – один из лучших университетов у нас в стране. Он теперь у нас Самарский университет. Имени Сергея Павловича Королева. Самарский национальный исследовательский университет имени Академика Королева. Речь на встрече шла и о развитии науки. Этому вопросу губернатор уделяет особое внимание. Сейчас в Самарской области сформировано сильнейшее научно-образовательное ядро. В планах создание Гагарин-центра. Уже работает Центр одаренных детей, два опорных вуза – Самарский технический и ТГУ. А медицинский возглавил мощный кластер шести профильных вузов по Волжье. Национальный исследовательский университет имени Академика Королева участвует в программе 5.100. Это так называемый первый эшелон высшего образования России. И за последние годы существенно поднялся в международных рейтингах. Еще три компании официально стали резидентами территории опережающего развития Тольятти. Соответствующие соглашения подписаны сегодня. Новые инвесторы специализируются на производстве твердосплавных инструментов и электродвигателей для транспорта, а также изготовлении картонных уголков для целостности упаковки. Суммарный объем вложений – 433 миллиона рублей. Они создадут 90 новых рабочих мест, а всего на территории их будет почти 800. Напомню, статус ТОР Автоград получил в сентябре 2016-го. Он приобретается на 10 лет. Городу это дает дополнительные инвестиции и рабочие места. А резиденты на это время полностью освобождаются от налога на имущество и землю. Налог на прибыль снижается до 2%, а страховые взносы с фонда оплаты труда – с 30 до 7,6%. Для ТОР определили 33 вида деятельности. По каждому из них привлекаются инвесторы. Предполагается, что все они приступят к работе до конца этого года. Очень интересные три проекта, на мой взгляд, имеющие очень хорошие рыночные перспективы. И что касается упаковочных картонных уголков, на мой взгляд, очень востребована функция. И мы получаем лучшие качества для сохранения продукции. Интересный проект, по которому подписано сегодня соглашение – это производство твердосплавного инструмента. Аналогов таким производствам сегодня в России нет. И мы очень надеемся, что компания очень быстро выйдет на рынок и найдет свою аудиторию. Все 8 резидентов уже сейчас в работе. Они на определенной стадии заходят и начинают свое производство. Мы, конечно, работаем и привлекаем предпринимателей из России. Наверное, это основная группа инвесторов, которую мы ожидаем. Определенные деньги и в городе, и в России есть, есть инвесторы. Нужно дать направление, создать вектор движения. Доходы бюджета Самарской области в первом полугодии на 9,5 миллиардов превысили расходы. Это следует из отчета, который сегодня был представлен на заседании регионального правительства. С января по июль в областную казну поступило 69 миллиардов рублей, что на 4 миллиарда больше, чем в первом полугодии 2016 года. Темп роста собственных доходов составил 109%. Прирост, в частности, обеспечен за счет эффективных сборов налога на прибыль предприятий региона. В то же время отмечено некоторое снижение акцизных поступлений. Как следует из отчета, с начала года областью погашены кредиты почти на 6 миллиардов рублей, а расходы областной казны существенно сократились. Расходы областного бюджета за первое полугодие исполнены в сумме 59,5 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, общий объем произведенных расходов за первое полугодие 2017 года уменьшился на 3 миллиарда рублей или на 4,8%. Есть предложение принять соответствующий отчет и направить его в Бабиринскую думу. Есть какие-то мнения? Спасибо. Также в ходе заседания был утвержден порядок организации проведения торгов при установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории региона. Принято решение о продолжении реализации государственной программы повышения эффективности управления имуществом Самарской области на 2014-2018 годы и о предоставлении бюджетного кредита к Лявлинскому району. Ремонт улицы Чапаевской в Самаре завершат в августе на два месяца раньше запланированного срока. Подрядчик работает ускоренными темпами, пока позволяет погода. На проезжей части заменили два слоя покрытия, в порядок привели тротуары, начали благоустраивать газоны. Сколько тон асфальта уложили только за эту ночь, подсчитал Виталий Портнов. Улица Чапаевская хоть и узкая, но у водителей популярная долгое время на проезжей части лишь латали ямы. Теперь здесь хоть и шумно, но главное, что ездить и ходить будет безопасно. Ремонт комплексный, замене подлежит все. На данную улицу было выделено 95 миллионов. Что значит здесь будут делать? Это замена дорожного покрытия, как мы видим, также замена борта и замена поребриков. Будут проводиться лабораторные испытания и замеры. То есть кураторы будут выезжать на объект, смотреть все это и принимать работу. Работы начали в июне. На улице срезали старый асфальт и уложили нижний выравнивающий слой. Уже приступили к укладке верхнего, современного и устойчивого к погодным перепадам и механическим воздействиям. Гарантия 5 лет. То есть в течение этого времени организация будет устранять дефекты покрытия, если они возникнут. 1200 тонн асфальта за одну ночь. Дорожники приступили к укладке верхнего слоя покрытия на Чапаевской. Ремонт проезжей части идет одновременно сразу в две стороны от улицы Ленинградской. Если погода позволит, то все работы планируют завершить уже в августе. Это на два месяца раньше запланированного срока. Длина ремонтируемого участка 2 километра. По площади это 20 тысяч квадратных метров. Работы идут посменно, только ночью. Задействованы 4 бригады. Это 25 человек и 12 единиц техники. Впереди еще благоустройство газонов. Днем ведутся работы по устройству тротуара и по замене борзерного камня. Работа по устройству асфальтопотомого покрытия на проезжей части. Днем вестись немного, потому что на данном участке дороги интенсивное движение. Дорога хоть и узкая, но движение есть. Комплексный ремонт Чапаевска идет в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». За счет нее только в Самаре до конца этого года в порядок приведут 46 улиц. Всего же в регионе отремонтируют 93 дороги. Не только в областном центре, но и в Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Чапаевске и Кенеле. Виталий Портнов, Александр Каракулько. Новости губернии. А на перекрестке Алматинской и Ставропольской ездить пока небезопасно. Из-за ремонта тепловых сетей там организована временная схема движения. Как выяснилось, с нарушениями в результате проверки сотрудники городской автоинспекции составили протоколы и выписали штрафы. Сколько придется заплатить подрядчикам за халатные отношения и как коммунальное хозяйство в буквальном смысле перешло дорогу автолюбителям, выяснили наши корреспонденты. Реконструкция плановая. Трубы здесь не меняли уже 40 лет, но вот сроки не соблюдены. Работы по замене теплосетей должны были завершить еще в понедельник утром. На время ремонта Алматинскую на перекрестке со Ставропольской перекрыли полностью. Частая авария приводит к тому, что в зимний период у части промышленного Кировского района полностью отключается тепло и горячее водоснабжение. В этом году плановое предприятие приступило к перекладке данных сетей. Данные работы и схемы организации движения были согласованы с ГИБДД. Но после ряда проверок сотрудники ГИБДД выявили множество нарушений и несоответствий временной схеме. Должен быть установлен другой знак, который предусматривает информирование водителей о возможности проезда данного перекрестка направо и налево. К тому же временные знаки, как это положено при организации движения по временной схеме, должны быть установлены на желтом фоне. Не позаботились и о дополнительном освещении участка, на котором, собственно, специалисты предприятия тепловых сетей меняют трубы. Из-за халатного отношения к организации производственных работ на дорогах города с начала года зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли и пострадали люди. В госавтоинспекции в рамках проверки будут составлены административные материалы сейчас в отношении должностного лица, ответственного за производство работ и отправлено уведомление для составления административного материала в отношении юридического лица. Административная ответственность за ненадлежащее состояние на должностных лиц предусматривает штраф в размере от 20 до 30 тысяч, на юридических лиц 300 тысяч рублей. Протокол выписан, теперь коммунальщикам придется заплатить штраф и в течение трех дней устранить все нарушения. Собственно, движение на перекрестке Алма-Атинской и Ставропольской планируют запустить уже завтра, а сегодня в спешке укладывают асфальт. Сергей Овчиньков, Виталий Портнов, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. Следствие еще других пострадавших в самарской стоматологии, где погиб ребенок. Напомню, трагедия произошла 23 июля. После введения наркоза в кабинете зубного врача скончался пятилетний мальчик. Сейчас деятельность в медучреждении проверяют правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но подозреваемых по нему пока нет, так как еще не установлена точная причина гибели ребенка. Следователи просят откликнуться всех пациентов, которые остались недовольны оказанными в клинике услугами. Их просят обращаться по телефону, номера которых указаны на экране. Отмечу, что сейчас стоматология продолжает работать. Прием ведут как во взрослом, так и в детском отделениях. А теперь коротко о других новостях в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». В ДТП на Новосадовой пострадала девушка. По словам очевидцев, черный «Хёнда» двигался в сторону Постникова оврага. Не пропустив его, водители ВАЗ-21099 и «Шкода» стали поворачивать на улицу Николая Панова, но остановились уступить дорогу трамваю. В результате столкновения больше всего досталось 99-й и «Хёнда». Водитель последний получила травму и оказала помощь прибывшая на место бригады скорой. В регионах Поволжья проходит масштабная проверка боеготовности войск. В тренировке участвуют мазострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения ЦВО. Всего более 10 тысяч военнослужащих. Это первая проверка в рамках летнего обучения войск в 2017 году. Она продлится в течение недели. В Самаре состоялась ежегодная парусная регата, посвященная памяти Владимира Высоцкого. Крейтерские яхты стартовали в акватории Болги в районе острова Голодный. В гонке на короткой дистанции в 2,5 мили приняли участие 20 судов. Регата проходит уже в 17-й раз и включена во всероссийский календарь парусных соревнований. Сверили часы перед уборочной кампанией. В Кенельском районе прошел день поля, где руководителям агрохозяйств области продемонстрировали образцы современной техники. Погода внесла коррективы и перед аграриями региона стратегическая задача – собрать максимальный урожай в сжатые сроки. Как в этом помогут машины и какую поддержку ждут от властей. Алена Лешина подробнее. Качественная, конкурентоспособная и главное наше – российская. На дне поля в Кенельском районе демонстрируют новую линейку сельхозтехники, чтобы аграрии до старта уборочной кампании могли увидеть ее в деле. Гвоздь сегодняшней экспозиции – трактор российской сборки. Боевой конь приехал на выставку прямо с полей. Это видно по сколам и комьем грязи под колесами. Техника хорошо зарекомендовала себя на Самарской земле. И самое главное – перенос производства в Россию позволил удешевить ее в два раза. Этот трактор, когда он был канадский, стоил порядка 18 миллионов. Сейчас данная машина стоит 10,5 миллионов. Вот и разницу считаете. Конечно же, выгода очень большая. Это первое, что для сельхозтоваропроизводителей. А второе, что высокотехнологичное производство развивается, несмотря на какие санкции. Тренд на перевооружение. Сейчас в хозяйствах области одних только комбайнов – три с лишним тысячи. Треть из них морально и физически устарела. Почти половина на грани. Поэтому одна из основных задач – обновить парк. Уборочная кампания, прошедшая 2016 года, показала, что, казалось бы, при средней, как мы говорим, температуре по палате, обеспеченности техники уборочной на один гектар по севной площади, ну, все нормально. Но ряд хозяйств испытывает дефицит в технике. Это, естественно, сказывается на сроках уборочных работ. С помощью вот такого рода представлений техники, производимой именно на территории Российской Федерации, мы этот вопрос в ближайшее время решим. Ежегодно агротехника в регионе обновляется примерно на 8%. Приоритете машины отечественного производства. Это дает возможность приобретать их со скидкой и рассчитывать на субсидии. Сегодня третий затрат на покупку и 80% от первоначального взноса за лизинг компенсируется из областного бюджета. Николай Иванович Меркушкин дал такое поручение, четкую программу областную по поддержке выплаты четко соблюдать. Мы ее выполняем на сегодня в соответствии с теми лимитами. Средства есть, мы хозяйство области ждем в августе за получением субсидий за 2016 год. И искренне надеемся, что все эти средства уйдут как раз на техническую модернизацию перевооружения наших хозяйств. Из-за погоды уборочные работы в этом году практически накладываются на севоземых. И в таких условиях аграриев выручит энергоемкая современная техника, которая без сбоев позволит собрать урожай в максимально короткие сроки. Алюна Алешина, Дмитрий Столяров, новости губернии, Кенельский район. Цирк Никулина на Самарском манеже в областную столицу с новой программой «Планета-13» приехали знаменитые Артур и Карина Багдасарова. Впервые они выступают не только в роли звездных дрессировщиков, но и продюсеров собственного шоу. Жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты и, конечно же, веселые клоуны. Стандартный набор, но в совершенно новом формате, динамичном и современном. Труппа молодая, но уже очень опытная. Лауреаты международных конкурсов. В Самаре мы последний раз работали вместе с нашим папой. Сейчас мы приехали вдвоем с сестрой, привезли абсолютно новую программу. У нас даже новые тигры. Молодняк. У нас очень быстрый темп. Нету старых артистов. У нас молодежь. Большая часть мы самой старой с Каринкой. Кульминация выступления. Его вторая часть. Здесь Багдасаров уже в своей родной стихии. На манеже с уссурийскими и бенгальскими тиграми. Сверепость этим животным не занимать. Впрочем, как и грации. Очень большая ответственность. Очень большая ответственность за то, что ты все-таки пишешь свою фамилию. И, естественно, что зритель имеет право к тебе предъявить любые претензии. И, конечно же, в связи с этим мы всегда с братом стараемся привозить самые лучшие номера. Все, что выбрано и все, что отобрано для этой программы. Знакомиться с «Тайнами планеты 13» продюсерского дебюта Артура и Карина Багдасаровых самарский зритель сможет на протяжении четырех недель. Затем труппа отправится на юг, в Краснодар. Кирилл Козин, Михаил Смирнов. Новости губернии. А у меня на этом пока все. Больше новостей на сайте губерниатв.ру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова